Года для состязаний не помеха. Сегодня в Кирове стартовал ежегодный областной спортивный фестиваль ветеранов. Его в нашем городе впервые провели 5 лет назад. За это время турнир стал пользоваться большой популярностью и собирает огромное количество участников почти со всех районов нашего региона. Петру Пайдаверову 72 года. Он один из самых именитых участников этого фестиваля. Ветеран спорта из Кирова-Чепецка больше 50 лет упражняется с гирями. Эти тяжелые снаряды стали для Петра Егоровича лекарством от старости. Он много раз был победителем и призером ветеранских первенств России, Европы и мира. Но живая реклама пользы гиревого спорта в Кирове-Чепецке не сработала. К примеру Петра Пайдаверова из его земляков никто не последовал. Да не хотят. На лавочке сидеть легче всего. Покурить, попить пивца. Я не такого склада человек. Здесь, на стадионе ИСКО, на областном спортивном фестивале ветеранов, собрались люди примерно одного склада. Почти 250 участников из 29 команд в течение двух дней будут оспаривать именно победу. На других посмотреть и себя показать не тот случай. Это люди старого поколения, которых невозможно удержать в рамках. Они все равно будут выступать в полную силу, будут стараться побеждать. И поэтому у нас особенность этого фестиваля, что всегда дежурят бригады скорой помощи. И плюс дополнительно мы приглашаем еще врачей, чтобы можно было оказать своевременную помощь. За пять лет проведения этого фестиваля, даже когда состязания проходили в 30-ти градусную жару, не было случаев, чтобы медикам приходилось оказывать участникам серьезную помощь, уверяют организаторы. Потому что программа соревнований адаптирована под ветеранов. В фестиваль включены доступные виды состязаний. Традиционно это отжимания, легкоатлетическая эстафета и дартс. Именно по этим дисциплинам проводится подсчет очков и определяется команда-победитель. Остальные виды, включая дебютное состязание по гиревому спорту, пожелания участников и ранней победы в личном первенстве. Фестиваль завершится 1 августа. Эдуард Пенюкжанин, Алексей Стахеев, Бюро новостей, Давича. Субтитры создавал DimaTorzok